Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! Приветствую вас на канале ВК. Мы с вами находимся в Дюссельдорфе на самой большой выставке в мире медицинского оборудования. И мы с вами на стенде стартапов. И мы сейчас вместе находимся с компанией Bontone. Это компания из Нью-Йорка. Это небольшой стартап, который изготавливает очень важные для жизни пациентов с сахарным диабетом решения. Что это такое? Это электронное такое hardware, software решение, которое позволяет встраивать внутрь стельки вот такой специальный сенсор. Вот так он находится здесь. Здесь чуть-чуть другой вариант этого сенсора. И этот сенсор позволяет пациентам с сахарным диабетом решить очень важную проблему. Это так называемая диабетическая стопа. Это очень сложное, тяжелое заболевание, связанное с глубокой деструкцией сосудов, кровоснабжением самой стопы, которое в большинстве случаев приводит к язвенным поражениям. Иногда приходится ампутировать части стопы вплоть до самой стопы. И чтобы это избежать и вовремя увидеть те изменения, которые возникают в кровоснабжении тканей стопы, вот, собственно говоря, компания Бонбаттон и сделала, собственно говоря, такой вот сенсор. Сенсор представляет собой два типа сенсоров, по большому счету. Это сенсор температурный, вот эти маленькие датчики, это температурные сенсоры, которые определяют температуру на поверхности, вот той стопы, которая, собственно говоря, давит на эти сенсоры. И тензодатчики, датчики, которые определяют степень давления, собственно говоря, стопы на вот на эту стельку. Она встроена, естественно, внутрь стельки. Человек не контактирует непосредственно с самой сенсорной поверхностью. Естественно, внутрь этого решения вставлен специальный чип, который собирает информацию по разводке внутрь вот такого гибкого, прикольного, прикольной подложки такой, ну вот как подобие плата, на которой внесены вот эти вот, собственно говоря, проводящие пути, которые соединяют сенсоры, через которые вот этот специальный чип управляет этим процессом. Соответственно, этот чип получает информацию о температуре, о кровоснабжении стопы и от степени давления, которое оказывается на вот эти вот четыре сенсора. Вся эта информация передается через встроенное вот такое, ну здесь прототип устройства, устройство, где обрабатываются, здесь есть, соответственно, батарейка, и передают эту информацию на приложение, на смартфон, уже где можно отслеживать степень давления и температура, которая возникает в течение дня, в течение ношения вот этого сенсора у пациентов. Таким образом, зная вот эти параметры, можно предсказать, что пациент ходит таким образом, или у него возникают такие нарушения, которые могут привести к фатальным нарушениям, в кровоснабжение стопы и привести в конечном итоге к тому, что стопа будет ампутирована или возникнут какие-то язвы. У пациентов с сахарным диабетом, еще раз повторюсь, это огромная проблема, поэтому такое решение вполне себе видится жизнеспособным для того, чтобы пациенты с сахарным диабетом жили длительную, продолжительную и комфортную жизнь. Спасибо большое за внимание. Специально для канала EVK. До свидания, до следующих встреч. Продолжение следует...